В этот праздник принято всех поздравлять и дарить подарки. И сегодня в творческой мастерской я предлагаю вам сделать вот такую вот игрушку-конфету-сюрприз. Что для этого нам надо? Для этого нам понадобится белый лист бумаги. Желательно взять акварельную бумагу, она более плотная и твердая. Цветной лист бумаги, ленточки, если есть это, вот от упаковки цветов можно взять или ниточки пряжи красивые. Стейплер, клей, ленинка, ножницы. Итак, приступаем. Мы возьмем белый лист бумаги, на нем отмеряем прямоугольник. Длина 15 см, а ширина 10 см. Возьмем ножницы и вырежем вот такой, получится у нас прямоугольник. Из этого прямоугольника мы заготовим основу нашей конфетки. То есть его свернем вот трубочкой. И так как бумага плотная, мы возьмем и поможет нам скрепить ее стейплер. Он более быстро это сделаем стейплером и более надежный. Вот так мы сделали из прямоугольника заготовку для конфетки. Отложим ее в сторону. Возьмем лист цветной бумаги. Отмеряем от него 25 см. Отмерили, прочертили и лишнее уберем. Теперь посмотрите, расположим в обготовке нашей конфеты где-то посередине. И прикиньте, посмотрим как она у нас будет оборачиваться. Вот, все правильно. Поэтому мы снимаем, опять развернули ее, наносим клей. И на тот расстояние, где приблизительно у нас будет находиться заготовка, основа конфетки. Нанесли клей. Приложили ее посередине, постараюсь. Ну и теперь приклеиваем. Клей можно наносить, чтобы она у нас плотно была, хорошо приклеилась. Сейчас нанесем, хорошо клеить. И клеиваем. Вот такая заготовка у нас получилась. А так как у нас это не просто конфетка, игрушка на иголку, а конфета с сюрпризом, то мы сначала один край конфетки, и если вот видите, что выступает, то можно ножничками подровнять. То один край конфетки мы закроем, да, она скручивается. А связать поможет нам вот такая ниточка. Отрезали небольшую ниточку и связываем один край конфетки. Вот у меня ленточка для цветов, вот, оформления цветов, поэтому я могу ее ножичками края вот так протянуть, они немножко завернутся, будут необычны. И я вам уже сказала, расправим край конфетки вот так вот, что конфетка это с сюрпризом. Поэтому я заготовила вот для своей семьи вот такую снежинку, взяла бумажную салфетку, и на ней прикрепила пожелание. Для того, кто найдет эту конфеточку на елке, сорвет, можно будет ее открыть. Вот так я упаковываю, помещаю ее вовнутрь, сюрприз наш. И второй конец тоже конфетки я сейчас при помощи такой же ленточки завяжу. При помощи ленточки можно завязать. Завязываем. Также ножницами протянем конфетки наши ленточки, чтобы они немножко вот завернулись. Распрямим края. Ну и так как это новогодняя игрушка, то вот у меня есть, можно украсить конфетку и мишурой. Можно украсить блестками различными. А я вот при помощи трафарета нарезала вот таких вот снежинок. И раз в Новый год. Новогоднее настроение. Снежинки признак Нового года, признак зимы. Вот я нанесла на конфетки. Разные снежинки. И вот такая конфетка с сюрпризом для близких своей семьи, для друзей можно сделать. Можно украсить этой конфеткой и елочку. Желаю вам творческих успехов. А всех жителей нашего города поздравляю снова с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас все хорошее было в этом году. Берегите себя, свое здоровье, здоровье близких. Следуйте рекомендации. Редактор субтитров А.Семкин